Власть должна и может менять свои административные практики, законодательства для того, чтобы поступать не только по закону, но и по справедливости. Итак, история шестая. В одной из первых историй мы рассказывали про то, как мы изменили практику выкупа земельных участков в городе Калининграде и других муниципалитетах области. Напомню, что раньше можно было выкупать земельные участки за всего 15% кадастровой стоимости. Сейчас мы ввели требование о том, что выкуп такой может осуществляться только за 100% стоимости. И тогда я приводил пример о торговом центре, который у нас находится на площади Василевского, на известном кругу на пересечении с улицей Александра Невского. Так вот, напротив этого земельного участка есть еще один земельный участок на пересечении улицы Александра Невского и Литовского вала, который стал примером еще одной схемы по выводу городских земель из собственности города Калининграда. В 2011 году подстанцию, которая стоит на этом земельном участке, закрепили на праве оперативного управления за известным уже Калининград гортрансом, муниципальным предприятием города Калининграда. Сама подстанция не очень большая, порядка 220 квадратных метров, и земельный участок тоже, соответственно, не очень большой, порядка 400 квадратных метров для обслуживания этой подстанции. Прошло несколько лет, и в 2015 году к этому небольшому участку, 400 с лишним квадратных метров, был присоединен другой участок, прилегающий, площадью уже почти 4800 квадратных метров. Получилось, что у гортранса на праве постоянного бессрочного пользования оказалось 5200 квадратных метров земли, прямо в центре города Калининграда. Потом вдруг сразу была проведена проверка, технологическое обследование этой подстанции, был сделан вывод о том, что необходимо ее срочным образом реконструировать, как в части строительной, так и в части технологической. И тогда, в 2015 году, эти затраты на реализацию вот этих работ были, оценивались примерно в 15 миллионов рублей. Ну, небольшой спойлер, подстанция стоит до сих пор, прекрасно работает, и, собственно говоря, никто на нее сейчас уже внимания особого-то не обращает. То есть она технологически вполне соответствует всем требованиям и обеспечивает город электричеством. В июле 2016 года, а мы тогда, если вы помните, активно готовились к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, так вот, в июле 2016 года один из членов правительства Калининградской области обратился в мэрию с просьбой дать указание благоустроить эту территорию, потому что действительно она находится на такой оживленной трассе в историческом центре города Калининграда, с поручением привести эту территорию в надлежащее состояние, чтобы она радовала жителей и гостей нашего города. В ноябре 2016 года ГорТранс обратился в мэрию Калининграда с прошением согласовать им договор простого товарищества с неким юридическим лицом. Собственно, в чем суть этого договора, я вам сейчас тоже расскажу. Очень интересный документ. Да, собственно, вот он этот договор простого товарищества или договор совместной деятельности, как он еще называется, аж два замглавы администрации его согласовали в свое время. Значит, что же, в чем суть, да, кто что должен сделать, какие обязательства у сторон. Суть договора сводится к следующему. ГорТранс обеспечивает согласование строительства новой подстанции, археологически... Ну, то есть, если совсем просто это исследовать, проанализировать, подготовить проект, купить оборудование, софинансировать стройку, не сказано даже в каких объемах, может быть, и в стопроцентном объеме, и ввести ее потом в эксплуатацию. А в чем же тогда обязательства этого юрлица, этого ООО? Обязательства сводились к организации процессов. Приобретению за счет собственных средств, либо привлеченных денежных средств, оставшегося оборудования, но из соглашения не очень ясно, остается ли какое-нибудь оборудование еще, потому что ГорТранс вроде как технологическое оборудование все должен купить. Строительство здания, хотя и ГорТранс должен обеспечивать софинансирование строительства, перенос оборудования, ну, в общем, скорее всего, какой-нибудь монтаж лег бы в итоге, наверное, на ООО, хотя из текста, конечно, не всегда это даже и ясно. Вот вклады участников, вот эта организация процессов верлицом, и все, что я говорил, должен был сделать ГорТранс, проект разработать, построить, технологическое оборудование купить. Вот они оценивались. Это работа в 16 миллионов рублей и работа ГорТранса, также в 16 миллионов рублей. Напомню, что ГорТранс оценил всю реконструкцию подстанции в 15 миллионов рублей в свое время. Вот, видите, вдруг цифра выросла вдвое, хотя не очень понятно, вообще не слили какие-то расходы товарищи, которые представляли юридическое лицо. Ну, в целом, все понятно, хотя если вам непонятно, зачем это нужно было ООО, я объясню. Все просто. Дело в распределении результатов реализации проекта. Собственно, в результате реализации этого проекта ООО получало старое здание под станцией, ну и, собственно говоря, земельный участок под ним, с измененным, как мы помним, видом разрешенного использования. Ну и получало оно его за бесплатно, без каких-либо торгов, каких-либо других процедур. Не надо ничего выкупать. Вот есть здание, собственности находящиеся, вот есть земля под этим зданием для его обслуживания. Зачем, правда, 5 с лишним тысяч квадратных метров под небольшой ТП в 200 квадратов, зачем закреплять такой земельный участок? Ну, теперь мы с вами догадываемся, зачем. Чтобы можно было через такой якобы инвестиционный договор, без каких-либо публичных процедур, вывести земельный участок из городской собственности и дать возможность некому верлицу застраивать его потом Бургер Кингом или каким-то торговым центром. Это уж как пойдет. Собственно, договор был заключен этот у нас в феврале 2017 года и был расторгнут в июне 2019 года, ну, откровенно скажу, по моей инициативе. Мы узнали о том, что есть вот такой замечательный договор. Для меня, честно говоря, это было открытием, что помимо различных схем выкупа за 2% кадастровой стоимости, за 15% кадастровой стоимости, таких дорогих, если не дорогущих земельных участков из собственности города, можно, оказывается, еще заключать вообще в тиши кабинетов, чтобы никто даже знать не знал об этом, некие инвестиционные договора, суть инвестиций, в которых совсем не ясна, и передавать это неким юридическим лицам для реализации их бизнес-проектов. Если у вас есть какие-то предложения или мысли относительно данного кейса, может быть, какие-то вопросы или новые предложения по новым темам для роликов, то пишите в комментариях или мне в директ. Всем хорошего дня, до новых встреч! Да-да-да, стоп, стоп, стоп! Значит, давайте сделаем небольшой постскриптум, потому что, ну, да, злодеям не дали увезти земельный участок из собственности города. А что дальше-то с ним, с этим участком? А дальше мы его покрасим в генплане как сквер, и я сегодня хочу объявить, что мы начинаем конкурс на озеленение этого места, на создание сквера городского пространства, которым смогут пользоваться все горожане. Место удивительно красивое, это начало Литовского вала, все калининградцы, да и гости города знают это место. Поэтому вот сегодня мы начинаем конкурс по озеленению, по созданию сквера на этой территории. Внизу в тексте, в комментариях есть вся информация на этот счет, так что если вы занимаетесь архитектурой, какими-то проектами городскими, то мы будем рады, если вы поучаствуете и создадим, наверное, призовой фонд для тех, кто этот конкурс выиграет.